Или тебе крысиные жопы прислать на почту? Тролик давай быстро, блядь, когда будет ролик? Если секса захотелось, потянуло вас на блуд, на косять все на работе, вас там точно выебят. Привет всем новичкам и матерым игрокам. Предыдущее видео было про убийство мамаши на побережье. А после мамки куда мы идем дальше? Правильно, подписываться на мою группу в ВК и Дискорд канал. А теперь серьезно, напишите под видео любой добрый комментарий и к вам доброта это вернется. Про лайкос не забудь, братишка и сестренка. Сейчас я вам покажу работу молодых и перспективных разработчиков проектов Зря, которые стараются изо дня в день сделать для вас реальный геймплей и атмосферу выживания. Так будет выглядеть лес в дневное время суток, когда, как вы заметили, идет дождь. Некоторое оружие и окружение уже готово, а что-то еще в разработке. В этой игре вы сможете также выживать, улучшать оружие, общаться с комьюнити, собирать артефакты, вешать их на свой пояс и многое другое. Ссылка на новый проект Зря в описании, переходите и следите за новостями. А с вами Сталина Барбуон, погнали! По практике, после убийства мамаши все едут на такого босса, как Краб Побережье, с которого падают различные плюшки, самые сочные из которых это чертежи на модификацию оружия. Понимаю, что я езжу по натоптанной дороге и каждый из вас, матерых, знает, что это за босс и с чем его едят. Прошу всего лишь поставить лайк и досмотреть видео до конца, чтобы будущие новички знали, что делать с этим боссом и не делали глупостей. Да и просто, чтобы на моем канале был этот маленький гайд. Находится это существо недалеко от мамаши, в квадрате Е1-9, и появляется только в случае, если на этом подобии пляжа находится 5 человек. Если вас достаточно, то когда вы убьете хотя бы одного крабика, то босс появляется. Не факт, что у вас получится с первого раза вызвать краба, так как его обычно забирают почти всегда по кд. Ресается как мамаша в среднем полтора часа. Для того, чтобы удачно забрать краба, много ума не надо. Достаточно взять с собой гранатомет, или друга с граником, если он у вас конечно есть. Как альтернатива гранику, гранаты, штук по 5 каждому в группе. Патронов берите не менее 1000 штук, аптечек около 30 и хил гранат побольше. Нужно столько хилок для того, чтобы погонять краба и получить больше опыта. А пока будете гонять, вас могут с маленьким количеством хилок быстро убить, потому что опыт с крафта фармится в среднем минут 15, и все это время вы можете получать урон у крабиков или противоположных фракционников. Будет хорошо, если в вашей группе есть инженер, и он поставит МТВ, так как бывают моменты, когда ты можешь отлететь за секунду, элементарно попав под прицел противоположной фракции. Пока стреляете краба, стой на месте, не двигайся, или двигайся осторожно. Чтобы наносить хороший урон по боссу, сначала нужно сбить его броню. Для этого и нужен гранатомет или гранаты. Периодически появляются крабики и нападают на вас. Они могут появиться как первого уровня, так и второго, а то и четвертого. Соответственно, чем выше их уровень, тем сильнее они бьют. Не думайте только о себе. Помогайте отбиваться от крабиков своим напарникам. У краба есть несколько атак. Это когда он подбегает впритык вам и оглушает на пару секунд, нанося сопутствующий урон. Вторая атака. Это когда он возле персонажа вызывает крабиков, ударив клещами по земле. Третья. Это режим блокировки урона. Это когда краб прижимается к земле, и вы ему ничего не можете сделать. В этом режиме он начинает хилиться чуть быстрее, чем когда просто бегает. Если вы будете стрелять по нему в режиме его защиты, то на первого стрельнувшего будут нападать много крабиков. Сразу говорю, крабов убивайте в первую очередь, иначе они вас по одному перещёлкают. Чтобы не дать ему хилить себя, сбиваете броню гранатой или гранатомётом и продолжаете настреливать. Только не перестарайтесь. Если вы убьёте краба, не дав другим ребятам настрелять, то на вас обрушится негодование матёрых игроков. Чё, ёбаный, ты в рот, блядь, сука, сказали не стрелять. Хули вы ебаски в него, блядь. Слышь, ты истеричка, чё ты орёшь, блядь. Хули ты стреляешь, баран, ёбаный, тетка не стреляет. Сука, дебилы, блядь. Потому что вообще не даёте, вы крабиков вообще не бьёте. Хуяля мы их не бьём, блядь. Все бьют его. Хуяля мы их не бьём, блядь. Да кто бьёт, когда за мной бегают меня постоянно сжирают. Да кто бьёт, когда за мной бегают меня постоянно сжирают. В процессе, когда хп у босса падает до критических значений, все перестают стрелять, чтобы он отхилился и можно было погонять его или дать набить урон тем, кто еще этого не сделал. Обычно гоняют 2-3 раза, в таком случае у вас выйдет опыта в 3 раза больше, чем могло быть. По луту с него можно получить очень хорошие плюшки, а именно чертежи на оружие, сердце и осколки краба, а также мясо краба и модуль на жареное сердце краба. Цены на чертежи варьируются от 50 тысяч до 250 тысяч жетонов, смотря какой выпадет. Сердце краба жарится на костре и дает хорошие статы, если съесть. Осколки краба нужны для ежедневного квеста у Виктории или их можно продать в чате другому игроку. Мясо краба тоже нужно для ежедневного квеста. За первое убийство вы получите достижение, что в итоге так этот босс самый главный фарнил чертежей. С него их падает больше всего. Если его грамотно гонять, то можно получить в среднем 100 тысяч опыта, а для новичка это очень даже неплохо. Отдельное спасибо хочу сказать каждому, кто смотрит видео до конца и ставит лайки, оставляют комментарии и просто поддерживают меня. Ну а с вами был Саренабурбон и не прощаюсь.